Приветствую земляне! Сегодня поговорим о фиче Blender, которую многие игнорируют зря. А именно поговорим о Custom Properties пользовательских свойствах. Custom Properties это данные, которые мы можем сохранить в любом блоке данных для дальнейшего использования. Это как ящики в столе, которые хранят в себе некоторые содержимые. Ой, не тот ящик. Для создания свойств нужно нажать на кнопку New. Прошу обратить внимание, что имеет значение в какой вкладке мы сейчас находимся. Сейчас это Object. Таким образом свойства будут сохраняться в блоке данных Object текущего объекта. Чтобы удалить выбранные свойства, нужно нажать на крестик. Создадим свойства снова. Нажмем на шестерню, чтобы перейти к настройкам. Первым делом нам нужно выбрать тип данных. Нам предлагают 8 вариантов. Float – вещественное число. Интежер – целое число. Boolean – логическое значение. True или False. String – строка. Python. Script. И также массивы элементарных типов данных. Float, Integer и Boolean. Для примера выберем float. Property name – имя свойства. Важно подобрать имя свойства, чтобы его было легко идентифицировать в будущем. С этим свойством я работать в будущем не собираюсь, поэтому оставлю его как есть. Default value – это значение по умолчанию. Можно смело проигнорировать этот пункт. Смыслов в нем нет. MinMax – минимальные и максимальные пороги вводимых значений. Soft Limit – странная фича. В мануале толкового описания нет. Да и сама она толком не работает. Если кто знает, пишите в комментариях. Precision – точность. Актуальна для вещественных чисел. Эта цифра указывает сколько знаков будет после запятой. Step – указывает с каким шагом будут изменяться значения при вводе. Subtype – вот этот аспект уже интереснее. Он влияет на отображение нападимых данных на панели. По умолчанию стоит PlayData – обычное представление. Выберем, к примеру, Subtype Angle, то есть угол. В поле Max запишем выражение 2 умножить на π. Внутри вычисления происходят в радианах, но на экране мы видим градусы. Чтобы это доказать, выведем значение свойства в окне консоли. Как мы видим, фактическое значение равно 6.28. Description. В описании свойства ее можно увидеть при наведении курсора. Дайте краткое описание свойства, чтобы пользователь мог понять, зачем оно нужно. Library Override 2 указывает, будет ли доступно переопределение свойств в случае линкования блока данных. Настройки могут отличаться для разных типов данных. Все это, конечно, звучит хорошо, но вы можете спросить меня, зачем нам это все нужно. Минуточку, минуточку. Обо всем по порядку. Для себя я нашел эту пользу в том, что это интегрировано в систему шейдинга, и мы можем таким образом контролировать внешний вид объекта, без необходимости создавать новый материал или объект. Также они могут быть анимированы. Motion designers это оценят. Ну все, достаточно скучной теории. Перейдем уже к практике. Сделаем условную модель домика. Создадим для данной модели три пользовательских свойства, которые будут представлять себя цвет крыши roof cover, цвет стены wall cover и цвет дверей. door cover. Так, в данном случае мы используем тип данных flow terry, так как нам нужно закодировать цвет в формате RGB. И в данном случае subtype выбираем как linear color. Как мы видим, данные пользовательские свойства теперь представляет себя color picker. Создадим три материала, которые присвоим крыши, стенам и дверей. Перейдем к настройке материалов. Для того, чтобы извлечь пользовательские свойства, нам поможет нод атрибют. Так, выберем тип, в данном случае object. Их всего четыре. О каждом из них я расскажу позднее. В поле name введем фактическое имя свойства. Следите за регистром. И подключим вывод color ко входу base color. Теперь мы можем изменять цвет стен. Проделаем те же самые манипуляции с остальными материалами. Теперь мы можем изменять цвет каждой части нашей модели. Это будет полезно в тех случаях, когда мы создаем несколько копий нашей модели. Для этого нам придется создавать для каждой модели собственный материал, чтобы настроить внешний вид. Для этого будет достаточно просто настроить несколько свойств. Это поможет ускорить работу и сохранить ресурсы компьютера. Ускорить рендеринг, уменьшить размеры файла проекта и так далее. Теперь посмотрим, как извлечь данные из самой геометрии объекта. Для этого установим тип geometry. И это позволит нам извлекать данные, которые, например, созданы в режиме vertex paint. Мы можем покрасить в этом режиме вершины и затем использовать эти данные. При разработке шейдеров. Перечень этих данных отображается на вкладке cover attributes. Держите еще один пример. У меня с помощью системы geometry notes мы можем задать произвольные данные для элементов геометрии, таких как вершины, полигоны. И затем эти данные использовать при разработке шейдера. Давайте сейчас с помощью ноды stone named attribute зададим значение цвета для вершин. Здесь мы просто задаем имя атрибута, по которому мы потом будем обращаться и задаем само значение. Вновь созданные свойства мы можем увидеть в окне sprite shade. И вот сейчас мы с помощью систем geometry notes задали цвет для вершин и применили их в материале. Давайте добавим еще один атрибут, который будет регулировать прозрачность объекта в зависимости от положения вершины. Заметьте, что данные свойства имеют тип float. И все числовые значения мы подключаем к выходу фак. Сейчас мы рассмотрим, что из себя представляет тип view layer. Создадим конус и подключим к нему атрибут color. В текущем view layer создадим свойства с таким же именем. Затем создадим новый view layer. И также создадим такое же свойство. Теперь, когда мы переключаем view layer, цвет объекта будет изменяться на тот, который присвоен текущему слою. Пришло время поговорить о последнем типе, об Instance. Для примера создадим два объекта. Назовем их родитель и потомок. Родитель это плоскость, а потомок это Сюзанна. Плоскость будет создавать копии объекта потомка. А объект потомок будет извлекать пользовательские свойства родителя. Итак, с помощью системы Geometry Notes создадим дубликаты объекта потомка. Как мы видим, копии изменяют свой внешний вид. А оригинал остается неизменным, так как он ни от кого не унаследован. И он не может получить необходимые данные. А чего мы только с цветом возимся? Давайте создадим чего-нибудь посложнее из нескольких свойств. Давайте создадим материал для плоскости, который будет иметь свойство цвета фона, цвета пятна, вращения пятна и прозрачность всего объекта. Так, свойство Rotation представляет из себя вектор из трех компонентов. Вращение вокруг осей X, Y и Z. Чтобы получить к нему доступ, у нода Attribute есть выход с именем Vector. А в дальнейшем свойства могут быть анимированы для получения разнообразных эффектов. Я не упомянул про один выход под названием Alpha Node Attribute. Он дает доступ к значению альфа канала, у свойства цвета. Чтобы у цвета был альфа канал, нужно создать свойства с типом Flow Terray из четырех компонентов. Выход альфа я подключил к входу у альфа, у шейдера. И это позволяет создавать прозрачность объекта. Также это можно использовать и в других целях. Вот вам еще один пример из моей реальной практики. На данном фрагменте видео мы видим, как дом обшивается панелями. При появлении панели плавно изменяют свою прозрачность. Это реализовано при помощи пользовательских свойств и системы Animation Notes. Сообщите мне, если вам нужен урок на эту тему. Вот вам еще один практичный пример. Данные пользовательские свойства можно использовать с генераторами моделей, реализованными на основе Geometry Notes. Один из таких ассетов это Buildify. Также посмотрите ассет моего производства, Pipeline Constructor. Чтобы настроить внешний вид дома, который создает данный ассет, у главного объекта мы задаем свойства, например, цвет, который будет принимать дом. И затем модифицируем материал исходных элементов. Таким образом мы можем создавать дубликаты дома и изменять цвет. Но также можно создать сложный процедурный материал, который можно будет настраивать и создавать объекты, не похожие друг на друга, как в реальной жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова